Одной из первых на прием в городскую администрацию приехала жительница Бежицы Ольга Алексеева. Подъезд дома, в котором она живет, каким-то образом выпал из схемы отопления. До сих пор в квартирах этого подъезда холодно, но жильцам приходят квитанции на оплату за тепло, которое они получают. Акт приема подготовки к зиме был подписан всеми организациями, все было подписано, а тепла не было. И вот спустя где-то через неделю, вот где-то после 14 ноября, у нас опять стало очень холодно. Ясно. Поэтому нам нужна вот действительно очень такая квалифицированная помощь. Разобраться в проблеме, возникшей у Ольги Алексеевой, специально пригласили председателя комитета ЖКХ. Я убедительно вас прошу написать заявление на комитет. Хорошо, я прошу. Если выйдут, если разберутся, во-первых, по податоку вашего дома, и поможем вам в опросе перерасчета за университет. Да, пожалуйста. Выразить просьбу многих жителей Брянска приехала Яна Алексеенко. Она обратила внимание чиновников на плохое транспортное сообщение между советским и володарским районами. В частности, посетовала на плохой график движения 37-го автобуса и 13-го троллейбуса. Представители транспортных организаций объяснили женщине, что проблема в пробках в районе улицы Калинина и Октябрьского моста. А также пообещали, что сделают все возможное, чтобы сократить интервал движения муниципальных автобусов. Основной круг проблем, поднятых гражданами – транспорт, ЖКХ и предоставление жилья. Все вопросы, с которыми пришли жители в общероссийский день приема граждан, взяты городским руководством на особый контроль. Александра Седачева, Максим Кузнецов. События. Брянск.